Восточно-выборгские укрепления И пришли от военных властей к гражданским На их территории под руководством главного архитектора Выборга Унна Ульберга Стали возводиться здания общественного назначения, объекта культуры, образования и здравоохранения В 30-х годах был построен спортивный комплект, включавший в себя футбольное поле и трибуны для зрителей Торжественное открытие этого стадиона произошло 30 июня 1934 года Однако уже в 1933 году на поле проводились спортивные соревнования Безусловно, самыми яркими моментами в истории арены являются именно футбольные баталии В августе 1937 года в течение трех дней легкоатлетических соревнований Стадион посетило более чем 30 тысяч зрителей Во время Советско-финских войн спортивный комплекс получил большие повреждения Частично восстановленный после Великой Отечественной войны Стадион получил название «Авангард» В советское время стадион был известен как «Динамо», позже «Спартак» Сегодня стадион является домашней ареной спортивного клуба «Фаворит» За 8,5 десятилетий жители города и его гости увидели здесь множество футбольных матчей и других спортивных состязаний Главная трибуна рассчитана примерно на 3500 зрителей Напротив, дополнительная естественная трибуна в виде широких гранитных ступеней Рядом с футбольным полем есть еще хоккейная коробка, волейбольные площадки и многое другое А еще зимой для любителей фигурного катания заливают каток Зимняя батарейная гора давно облюбована лыжниками Юные любители санных забав удивительным образом не мешают покорителям холмов и возвышенностей А даже гармонируют с ними, наполняя окрестности бодростью и энтузиазией Инфраструктура спортивного комплекса на высшем уровне Теннисные корты, велодорожка, да еще в таком живописном месте Стадион «Авангард» – это легендарное место Здесь произошло множество трюмов и немало обидных поражений Спорткомплекс, безусловно, важен и нужен Тут помимо профессиональных спортсменов есть еще и физкультурники Тренироваться здесь – одно удовольствие Причем места абсолютно всем хватает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова